Нагорный Карабах – это такая очень непростая операция, именно так я бы ее хотел назвать, и никак иначе, потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь согласитесь, когда враждует между собой два братских нам народа, два близких наших соседа, теми, с кем мы жили, и еще раз повторюсь, и надеюсь, и дальше будем жить в мире согласия и дружбы. Так в семье. Ну, в общем, да. Да, и поэтому, конечно, здесь, а с другой стороны, это, безусловно, подключение Турции к этому, и надо было говорить и заниматься и с турецкими коллегами, и наш президент, который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы все это состоялось. Причем уговаривать приходилось всех. То есть не было кого-то, кто вот, я согласен, но только вот их убедите. Нет, убеждать приходилось всех, безусловно, и нам на своем уровне, и коллег, и министров обороны, мы говорили и с нашими турецкими коллегами, но то, что сегодня сделано, во-первых, люди прекратили убивать друг друга, во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, уже начинали разговаривать, я имею в виду Армению, Азербайджан. И здесь, конечно, многое зависит от отношений, которые сложились в России с Турцией. Потому что появляются новые игроки, появляются старые соседи, но они появляются со своими предложениями, я имею в виду Иран, развитие инфраструктуры, это и железная дорога, это и гидроэнергетика, и транспортное сообщение. Продолжение следует...